добрый день дорогие друзья чайник здесь и сегодня я распакую интересную мышечку pulsar x2 v2 a e-sport edition в общем чем ее прикол у нее металлическое колесо у нее есть экранчик на дне то есть можно настраивать прямо без подключения какому-либо софту есть естественно там 4к есть 8к но по проводу и тут даже написаны требования к вашему процессору то есть минимум а и 5 минимум райзен 5 и естественно нужно чтобы был избитый 0 чтобы у вас все хорошо работало также чем интересна конкретно эта версия у нее кнопки с обеих сторон как помните в razor viper ultimate было вроде как 4к донгл должен быть в комплекте так смотреть сразу мышечка красивая сразу металлическое колесо нас встречает ножки естественно в протекторах мерзких которые придется отдирать и вот вот он экранчик сам экранчик самый забавно что без протектора кабель такой интересно с красным кнопки по себе заглушки да то есть если например вам не удобно с какой-то стороны кнопки вы можете по идее их они должны быть на магнитиках вот так вот их можно достать естественно поменять на заглушки либо оставить оба набора с обеих сторон наклеечки карточка спецификации но не прикольно сделали конечно не карточки кладут в какие-то издания своими мышками прямо интересно и забавно еще и с протектором дали миленько инструкция ничего больше нам не положили даже смены глайдов не положили а это грустно раньше клали забыл упомянуть эту мышку мне помог помог достать саша impossible заказать ее из кореи он конечно не занимается сейчас уже доставками из азии на платной основе но он занимается кастомными сплит клавиатурами поэтому если кому-то из вас интересные кастомные сплит клавиатуры то напишите пожалуйста саша он вам поможет подскажет и даже соберет ссылки на него в описании к ролику и последнее что у нас есть в коробке это конечно же вот такой огромный кирпичик dongle 4k и вот мне много раз писали вопросы а зачем нужно вообще док станция в комплекте с мышкой вот смотрите это вот 8k dongle это 4k dongle и функциональность вот этого только беспроводная связь функциональность вот этого еще и зарядка вашей мыши и отображение какой-то информации о вашей мыши тут как бы это на дне нужно мышку там поднимать что-то настраивать тут она тут и как бы на мой взгляд это прикольно с другой стороны вот эту штуку скорее всего будет дороже заменить чем вот эту давайте проверим ее вес потому что она конечно и спорт диши но 70 грамм это с вот этими наклеенными протекторами давайте протекторы снимем ну короче 70 грамм это мышь весит 70 грамм скорее всего без боковых кнопок будет весить поменьше дать ее включим как она будет вообще отображаться или это как у прикольно ведь отображается это лет экранчик как высоту отрывы интересными а вот высоту отрыва можно строить и сюда вот это вот хз видимо когда подключен мышку и у нее будет возможность проверить донгл видимо тогда мы поймем что она что она на какой читает читать отрыва вообще прикольно то что показывает зарядку смотрите 76 процентов то есть понятно сколько мышка вообще сейчас насколько она заряжена хотя нет никакого софта и ну просто поднял мышку посмотрел сколько у тебя осталось и продолжать дальше играть не подключаешь вообще к софту и прикольно то что ее можно настроить так ну фича интересно прикольно по форме ну x2 только с двумя наборами кнопок прикольно то что кнопки можно отключать в любой момент времени это прям хорошо колесо ощущается ну обычным то есть то что она металлическая ну просто тактильно приятно да окей но это мне кажется такой достаточно простой металл не особо хватающий звезд в небо 70 грамм ну как бы ту наверное ладно так давайте посмотрим по предтревелу вот этому всему предтревел есть где-то в районе полумиллиметра ну смотрите полумиллиметра по где-то построил ну где-то полумиллиметра миллиметр так в обл есть но опять же тоже небольшой ничего вроде не трясется не скрипит боковинки не продавливаются давайте при тревелу по стрелу боковых кнопок есть прям небольшой тоже при тревелу есть такой прям существенный 1 миллиметр или даже больше по стрелу с другой стороны то же самое ну такое как бы не не шибко прям супер круто не идеальная подгонка на мой взгляд как бы могли бы постараться в esport edition сделать и получше и по качестве но все равно очень причем как бы покрытие да сразу еще перейдем к покрытию она вот прикольно то есть я никогда в черных версиях мышек не встречал настолько приятного гладкого покрытия надеюсь что что они не сотрется со временем немножечко отличаются по звуку прям самую малость прям на полтона наверно ну по звуку и по тактильным ощущениям достаточно консистентно все достаточно четко тут как бы не прикопаешься до достаточно глубоко еще кстати глубоко кстати посажен этот порт возможно не все коннектор смог подойти ну давайте вот этот югрин влезает от ноунейма вот от ноунейма не влезает влезает ну и мне еще есть от ламзу влезет ли он для зарядки и он тоже влезает вот такой вот экспресс обзор расстраивает что есть немножко вобл расстраивает при тревел по построил чуть-чуть прикольный экранчик расстраивает еще вес в остальном собрано добротно покрытие мега приятная надеюсь то что не сотрется колесо тоже приятные очень боковые кнопки два набора в комплекте прикольно подробности все тесты все остальное будет в полном обзоре подписаны канал ставьте лайки оставить комментарии подписаны телеграм-канал там котики новости все самое свежее и до новых встреч пока пока